Аллилуйя 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 Я славить утомлюсь. Я двигал в умне, В полночной тишине. Сиди, страдания, слез, О, раскаты, Христос! Когда ж нас самим встреча, С тобой я буду вечно. Ты вечер и рассветы, Ты сам звезда планеты, Твоя любовь святая, Небесна, не земная, Ты звездочка в ночи мне, Ты солнышко в пути. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. И уйдет та утомленность, та усталость, которая приходит порой к человеку, когда человек, знаете, в мыслях своих, вот в этом временном, сегодняшнем, земном, своих переживаниях, своей суете забывает о том, что совершил Господь. И знаете, трудно, наверное, держать постоянно это в мыслях, но если мы замечаем в нашем сердце ушла благодарность, и мы перестаем благодарить Господа, а как-то, знаете, в такой суете, то действительно нужно вспомнить Голгофу. Нужно вспомнить страдания нашего Господа, вспомнить Его жизнь на этой земле, то, что Он делал, то, что Он совершал ради нас. И кажется, жизнь была, вот если так, в исчислении годовом, недолгая на этой земле. Но столько много совершил Господь в Своем земном служении, и уже тысячи лет в Церкви Иисуса Христа проповедует о Его делах. И, наверное, мы с вами вот живем в этот, мы так говорим, короткий промежуток времени, слышим очень много проповедей, правда. И с разных сторон разные темы освещают братья, Господь по-разному открывает это. Но вот интересно было бы послушать проповеди столетней давности, двухсотлетней давности, пятьсот лет назад, как проповедовали, и дальше туда. Я думаю, конечно, что-то, может быть, и менялось, и что-то откладывало в то время отпечаток и на проповеди. Но, вы знаете, мне кажется, одно было неизменно. С самого начала и до сегодняшних дней проповедуют о том, что пришествие Господне вот-вот, оно близко. Господь рядом, Господь грядет. Были такие моменты в истории, когда люди уже думали, что ну совсем год остался, несколько лет, и вот Господь придет. И сегодня мы слышим об этом. Но сегодня, как мне кажется, есть более такие веские основания полагать, что пришествие Господне приближается. Потому что мы все больше и больше видим картину тех пророческих событий, о которых говорил Господь, что они уже сбываются на этой земле. И как хорошо, что мы сегодня приходим в церковь, и мы сегодня продолжаем следовать за Господом. И сегодня звучит это слово к нашим сердцам. И я думаю, что и я, и вы точно так же обратили внимание, что сегодня в служении утром было, можно сказать, затронута такая практическая сторона нашей христианской жизни. Когда мы слышали о том, что у нас должна быть вера, которая подкрепляется делами. Не просто вера, которая исповедуется устами нашими, не просто какая-то сердечная вера, которая как бы только для меня, но вера, которая подтверждается делами. И из этих дел видна вера. Также мы слышали сегодня о том, как мы не должны любить этого мира, не любить того, что в этом мире, и не иметь дружбы с этим миром, чтобы не получилось так, что мы оказались врагами пред Богом. Это все касается, вы знаете, нашей практической жизни, нашего именно не церковного поведения, а того, как мы живем в этом мире, как мы поступаем и перед внешними людьми. И вы знаете, я думаю, что Господь желает, и в последнее время, мне кажется, будет больше и больше звучать именно вот в эту сторону направленных проповедей, которые будут говорить о практической нашей жизни. Не просто, чтобы мы знали, как вот знаете, теорию, теологию, знали что-то такое, ну, интересные истины такие, но чтобы наша жизнь соответствовала нашему знанию и тому, что Бог нам открывает. И мне бы хотелось сегодня прочитать несколько, два места Священного Писания, и я прочитаю одну историю, которая произошла в жизни Иисуса Христа. Вы знаете, эта история, можно сказать, что все, что происходило в его жизни, это было сверхъестественно. То, что совершал Господь, и любое событие, которое каким-то образом приходило в его жизнь, оно оставляет какой-то назидательный урок поучения для человека. И вы знаете, вот это тоже интересное событие, которое произошло, это чудо, которое произошло, это будет Евангелие от Луки, 13 глава. Я прочитаю об этом событии с 10 стиха. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, женщина, «Ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Эту же дочь Авраамову, которой связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз этих в день субботний?» «И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Слава Господу! Вот такое событие. Мне сразу почему-то вспоминается Женя Полищук. Вот когда я читаю об этой женщине, вы знаете, полиэмилит, она была скорчена, она была в таком состоянии, при котором врачи, они, вы знаете, разводят руками и не в силах ничего сделать. Заболевание настолько сильное, которое парализует вообще все тело. И мы читаем здесь об этой женщине. Женщина 18 лет находилась в таком состоянии. Не могла выпрямиться. Она была скорчена, и она приходила в синагогу. И мы видим, что Христос, Он подвозвал эту женщину и сказал, «Ты освобождаешься от этого недуга». Возложил на нее руки, и вы знаете, произошло чудо. Произошло чудо исцеления в тот же самый момент. И мы видим, что вот здесь появились люди, которые противились, потому что это происходило в субботу. И были люди, которые радовались, видя все славные дела Его. Знаете, когда Христос, Он обличил этого человека, начальника синагоги, обличил и сказал, что вы ведь в субботу делаете обычные дела, простые. Ваше животное хочет пить, вы отвязываете, ведете, вы поете его. Ведь это дело, вы это делаете, и ничего страшного. А когда вот эта женщина, 18 лет страдавшая болезнью, и как бы у вас не было никакого сострадания, вы не возрадовались, не обрадовались тому, что она исцелена, а вы очень так твердо, такой схваткой взялись за закон, что в субботу нельзя этого делать. И вы знаете, Христос говорит здесь интересное слово. Он сказал так, «Эту же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от узости их в день субботний?» Вы знаете, конечно, на первый план выступает то чудо, которое совершил Христос. То, знаете, действие, которое Он сделал, которое не мог сделать никто из людей на земле. Но есть что-то на втором плане, на которое, я думаю, следует обратить внимание. Христос сказал причину, почему эта женщина была больна. Он сказал, что за этим стоит сатана, и Он ее связал. Он сделал нечто такое, что связал эту женщину и принесло в ее жизнь болезнь. Не сказано, почему Он мог это сделать. Может быть, она согрешила женщину, может, жила какой-то жизнью неправильной. Но мы видим, что враг, он имел доступ до этой женщины, и Он ее связал, а Христос ее освободил. Здесь была явлена победа силы Божьей над врагом. И вы знаете, сегодня точно так же враг, он связывает людей. Когда-то Адам и Ева, когда вкусили плод запретный, вы знаете, можно сказать смело, что тогда враг их связал. Он их фактически лишил вечной жизни. Он их связал во грехе, они оказались в Его власти. И сегодня люди, которые живут на земле, они находятся во многом связаны именно им. И только Господь, Он может сегодня освободить и развязать то, что связано, и то, что невидимо человеческому глазу. Начальник синагоги, человек по тому времени духовный, но он не видел причины болезни этой женщины. Он не обрадовался даже, когда она выздоровела, потому что он смотрел совершенно на другое. Но мы видим, что Христос, Он смотрел именно на человека. Он любил человека. Он знал страдания этой женщины. В Библии она, так можно сказать, может быть грубо сказана, но как бы сухо описывает эту ситуацию в этом смысле, что не рассказывается о переживании этой женщины, не рассказывается о том, что она молилась и просила Бога об освобождении. Ничего не сказано. Но вы знаете, мы должны понимать, что эта женщина не смирялась со своей болезнью, но внутри сердца, скорее всего, она надеялась, что только Бог может ей помочь. И когда совершилось это чудо в субботу, вот это нечто говорит нам в день, интересный день, суббота, такой, знаете, спорный день сегодня, правда, есть динаминации, которые говорят, именно субботу мы должны праздновать. Мы собираемся в воскресенье, потому что воскрес наш Христос именно в этот день. Но в субботу почему-то Христос совершал очень много чудес. Именно в субботу, а ведь Христос знал прекрасно, что этот день, ну, будут спорить все, что этот день не для таких дел, не для каких-то дел, это день покоя. Второе место, которое я прочитаю, это будет Евангелие от Иоанна. Пятая глава. «Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына, и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Мы видим, что Христос говорит, что Он видел Отца, который в субботу делал такие дела. И Он говорит, что я точно так же, как и Отец, делаю. Как мне сказал Отец, я точно так же и делаю. Знаете, когда я вот читал об этом, мне пришла такая мысль. Подумайте, когда Христос, когда Господь создал этот мир, Он сказал, в шесть дней был создан этот мир, а в седьмой Он отдыхал. Это был день покоя. Успокоился Господь от всех дел своих и смотрел на свое творение, на то прекрасное творение, которое Он создал. И остался этот день покоя и для народа избранного. День покоя. Но в Новом Завете мы видим, что для Господа это уже не день покоя. Это день великого труда, который совершает Господь и сегодня. Христос в этот субботний день, когда люди успокаивались, Он совершал дело спасения людей. Он совершал великие исцеления, великие чудеса именно в этот день. Для Него, как человек впал в согрешение и ушел от Бога, не стало этого дня, когда Господь отдыхает и ничего не делает. Нечем стало наслаждаться. Человек погибает. В этот день Он совершает спасение человека. Сегодня воскресный день. Это тот день, в который могут люди находиться в покое, но не в покое Господь. Сегодня Господь желает спасать человеческие души, желает исцелять, как и тогда, в день покоя Он приходил и исцелял. Хотя люди противились, не понимали. Им кажется, ну зачем это именно в этот день? Вы знаете, сегодня это день спасения. Это день, когда Господь сегодня может спасти человеческую душу. Этот день может никогда не повториться больше для человека. Вы знаете, мне хочется сказать, я не знаю почему, но мне хочется сказать, что если в сердце есть желание обратиться к Богу и попросить Его о прощении, получить исцеление от вот этой болезни, греха, которая присутствует в жизни. И очень много названий грехов существует. И я вижу, что в моей жизни это есть. Это тот день, когда Господь совершает исцеление души. Когда Господь совершает прощение, дает прощение человеку. Это тот день субботний, это тот день воскресный, который есть сегодня и сейчас. И мне бы хотелось, чтобы мы вместе с вами помолились, поблагодарили Господа, что и сегодня Господь тот же самый, точно так же, как и Христос тогда сказал, что я видел, как делает Отец, и я делаю так же, так и сегодня Христос. Он делает то же самое и сегодня. Чтобы мы помолились за тех, кто посещает нашу церковь, но еще не в мире с Господом. Чтобы они могли открыть свое сердце пред Богом. Чтобы Господь мог войти в их сердце и дать им прощение, дать им покаяние, дать им возрождение. Чтобы они могли из смерти перейти в жизнь. Да благословит Господь! Давайте обратимся к Господу молитвы. В тихий вечер склоняю, Я колени в тиши И Тебя призываю, О, властитель души, Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово и лень. Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово и лень. Все заботы земные Отошли далеко, И в минуты ночные Мне бывает легко. Знаю я, ты ответишь На вопросы души Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи. Знаю я, ты ответишь На вопросы души Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи. Светом правды Ты всегда, ты Нашу жизнь озарил, Как и Маус когда-то Рядом с нами иди Разъясняй слово жизни, Чтоб горели сердца, По дороге к отчизне С нами будь до конца Разъясняй слово жизни, Чтоб горели сердца, По дороге к отчизне С нами будь до конца Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный. Подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, вовеки. Аминь. Споем гимн номер 1326. 1326. Сердцем, устами, умом и душой, буду хвалить я Тебя, мой благой. Здесь, на земле, среди жизни земной, после, на небе, навстречусь с Тобой. Славы, просветом воскресного дня, перед Тобою склоняюсь я. Духом святым мое сердце зажги, как ты страдал за меня, расскажи. Аллилуйя! 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 Кровь Христа, Аллилуйя, Анастаса, Аллилуйя, Аллилуйя. Буду я вечно Иисуса хвалить, Если делами о Нем говорить. Утром и вечером будет со мной, Последний на небе потушит звездой. Аллилуйя, Аллилуйя. Пусть наша жизнь будет песней хвалы, Стране весны, роководной земли. С детства и юности, с целой любви, Целость и старость всегда сидели. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, кровь Христа, Аллилуйя, Анастаса, Аллилуйя, Аллилуйя. Стравалия, пожалуйста, на молитву. Мы, друзья, помолимся еще. В тихий вечер склоняю, Я колени в тиши, И тебя призываю, О, властитель души. Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей. Я твой голос услышу, Твое слово и лень. Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей. Я твой голос услышу, Твое слово и лень. Все заботы земные Отошли далеко, И в минуты ночные Мне бывает легко. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи. Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи. Приходи в тихий вечер. Правды всегда, ты Нашу жизнь озарит, Как и Маус когда-то Рядом с нами иди. Разъясняй слово жизни, Чтоб горели сердца, По дороге к отчизне С нами будь до конца. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца По дороге к отчизне с нами будь до конца Субтитры создавал DimaTorzok Садитесь, пожалуйста Садитесь, пожалуйста Снова за окном белые дома Снега чистоту небо щедро льет Вот уже опять к нам пришла зима И еще один проходит год Вот уже опять к нам пришла зима И еще один проходит год Сколько этих зим будет впереди На пороге мы вечности стоим Зимний будет там, где ждет Христос На пороге мы вечности стоим Зимний будет там, где ждет Христос Пусть сейчас мороз, лезенит весом Стынет на щеке горькая слеза Только б не замерз веры колосок Сердцу остывать никак нельзя Только б не замерз веры колосок Сердцу остывать никак нельзя Пусть огонь любви топит лед сердца Будь же тем огнем в жизни для других И тебя Христос примет в небеса Сам отрет слезу с очей твоих И тебя Христос примет в небеса Сам отрет слезу с очей твоих Вы знаете, друзья, когда вот всякий раз приходишь в Дом Божий, всегда радуется сердце Потому что в Доме Божьем там происходит очень много интересного Там молятся за больных Там благословляют и молятся за деточек Когда нету снега на улице, про снег поют Значит, надо готовиться Значит, надо готовиться Есть две причины Я бы сказал первую, но я боюсь Брат Виктор Вергулянец обидится на меня Вот он сел сегодня спереди, чему мы очень рады Значит, снег пойдет И сестры пропели Две причины, будем ждать снега Хорошо, брат Александр Сестра Света, пожалуйста, проходите Друзья, это служение, которое сейчас будет Это есть благословение Божие Это есть, вы знаете, это есть радость Это есть утешение Это есть скорбь Это есть слезы Это есть, вы знаете, переживание Это даже есть, может быть, какое-то небольшое разочарование или уныние Но всякий раз, когда здесь появляется папа, мама И на руках они держат младенца Я не знаю, кто как понимает, друзья Но это есть благословение церкви Понимаете, это есть благословение церкви Поэтому, да благословит всех нас Господь Возвратиться к нашему Господу Понимать нашего Господа Благословлять имя нашего Господа Иисуса Христа Светлана, Александр Вот на руках они держат третьего сына Имя которого Илья Илья Аллилуйя Слава Господу Илья Наш брат Илья Мы будем молиться, чтобы этот Илья, он был Ильей По-настоящему Мужем Божиим Мне очень нравится Псалом Когда его поют Вот при таком служении Поют такой Псалом Мой дом и я служит хотим Тебе, Христос, лишь одному Желание сердца Мужа Жены Родителей Чтобы Господь благословил дом И вот автор этого Псалма Который, вы знаете, друзья Пережил вот это благословение Человек Божий Который Очевидно живет в Боге Обращаясь И вот пишет такие прекрасные слова Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному Однажды, вкусивши и познавши, как благ Господь Как благ Господь Вы знаете, друзья Они всегда будут искать лица Господнего Они всегда будут Призывать имя Господне И И в такой семье Которая вкусила и познала, как Господь У них будет только одно желание Служить Господу Человек Божий, который Однажды сказал такие слова А я И домой Мы будем служить Господу Это человек Который видел милость Господа Это человек Который вкусил Который испытал Смотря на всех окружающих людей Он говорит такие слова А я и мой дом Мы будем служить Господу Брат Александр, сестра Светлана Они сегодня принесли в церковь Они принесли в церковь своего сына Илью И желание их сердца Посвятить Господу Правильно я понимаю, да, друзья? Посвятить ребеночка своего Господу Многие мамы, которые Ходили за Иисусом Христом Родители, они переживали И им очень сильно хотелось Очень сильно хотелось, чтобы Иисус Христос Ну, просто прикоснулся к ним К деточкам Благословил их И, очевидно, это было очень много Что ученики, они стали препятствовать Для нас это очень хорошо Известные слова, которые сказал Христос Не препятствуйте Не препятствуйте детям Ибо таковых есть Ибо таковых есть, друзья Это Царство Небесное Ибо таковых есть люди, которые наполняют Это святые Это святые деточки Которые наполняют небо Поэтому, дорогой брат Александр Сестра Светлана Мы очень рады видеть вас Это у вас уже третий сын Третий сын Для них это благословение Для них это радость Вы знаете, друзья, перед тем, чтобы прийти сюда Сколько было переживаний и сколько было слез Сестра Света Она разрешила Очень коротко, культурно Просто кое-что рассказать То, что сейчас У брата Александра Сын Света, это благословение Это радость Это утешение Вы знаете, друзья То, что у них сейчас на руках Я прошу сюда слушайте Не смотрите на детей Которые бегают Вы прослушаете Вот эту милость Которую Господь сегодня Являет детям Врачи Они говорили Светланы Что Ты та женщина Которая Больше не способна Будешь Выносить детей Они потеряли одного Потеряли другого Ребеночка И вот Тот приговор Который они сказали Вы знаете, друзья По словам По словам врачей Они сказали Что все Ты не в состоянии Ты не в состоянии Но Она выходила За нее молились Вы молились Она просила У Господа И обратите внимание, друзья На этого богатыря Нашего брата Это нужно было Выносить его При всем диагнозе При том диагнозе Что не должно было Этого быть Очередное Они угрожали Они предупреждали Дорогие мои Скажите, как за это Не благодарить Господа Как за это Не благодарить Господа Когда вы знаете Бог делает Вопреки всему Тогда, когда человек Говорит нет А Бог говорит Да Потому что Последнее слово Оно будет За Господом Александр Ты хочешь сегодня Чтобы сын твой Он был посвящен Господу И наверняка Ты просто хочешь Чтобы все твои Сыновья Они были служителями В Доме Божьем Светлана Ты хочешь Видеть их Со своим отцом Идущего Не только машину Ремонтирующего Не только Папа берет На горку идет На лыжах кататься Ну а может быть И мяч Поиграть Но ты хочешь Чтобы папа Со своими сыновьями Брал за руку И он сидел Там Вот как многие братья Сидят С деточками Они там сидят Чтоб это было всегда Во все дни жизни Дорогая церковь Мы будем приходить К молитве Потому что это очень важно Это очень важно Когда родители Они посвящают Своих Детей Господу Я всегда люблю Говорить Такие слова Вы знаете Можно обеспечить Можно обеспечить Ребеночка Многие отцы Они открывают счета Они Вы знаете До совершеннолетия Постоянно туда Ложат деньги И когда ребенок Уже созревает До полного возраста Он уже смело Вступает в жизнь Потому что Родители Они побеспокоились Потому что Родители Они сделали Все возможное Чтобы их сын Или дочь Они Вы знаете Они были счастливы В этой жизни Что сегодня Делают христианские семьи Я не знаю На каких счетах Я даже говорить Об этом не хочу Но я знаю Только об одном счастье Которое И делают родители Это тогда Когда они Приносят Их Господу Это тогда Когда совершается Эта молитва в церкви Это тогда Когда родители Они посвящают Господа И просят его Чтобы Господь Взял свои руки Чтобы У Господа Было право Смотреть на этого Сына Чтобы у Господа Было право Управлять его Жизни Чтобы повелевать Ангелом Охранять его Это разрешение Это посвящение Своего Дитя Господу Дорогой Саша Я хочу прочитать Хотя Это очень много Я хочу сказать Сегодня Не то что очень много Я хотел бы сказать Сегодня многим Братьям это Но в первую очередь Саша Тебе Для Светланы Она прекрасно Понимает Но я хочу прочитать Первый стих Первые три стиха Первого Псалма И там написано Такие слова Блажен муж Который не ходит На совет нечестивых И не стоит на пути Грешных И не сидит В собрании Развратителей Но в законе Господа Воля его И о законе Его размышляет Он день и ночь И будет он Как дерево Посаженное При потоках вод Которое Приносит плод Свой Во время свое И лист которого Не вянет И во всем Что он не делает Успеет Александр Дорогой Я не просто так Задал такой вопрос Хочешь ли ты? Ты сказал Да, хочу Все папы Этого хотят Но вы знаете Есть одно Но Одно но Которое Сегодня касается Всех отцов Я хочу Чтобы сегодня Все отцы Это услышали Те, которые Здесь сидят Те отцы Которые сейчас Смотрят нас Или будут смотреть Я хочу Чтоб мы Сегодня услышали И поняли Одну простую Истину Где Говорит Слово Божие И эту истину Которую мы сейчас Прочитали Ее никто не отменил Там говорятся Такие слова Блажен муж Блажен муж тот Который не ходит Не ходит Он не сидит В никаком собрании И Блажен тот муж тот В котором Закон Божий В сердце В разуме Блажен тот муж Который рассуждает О Слове Божьем День и ночь Вот Блажен тот человек И вы знаете Что там дальше написано Мы услышали Потому что Потому что Он будет Как дерево Посаженное При потоках вод При всем этом Друзья Там написано Он будет Приносить Плод свой Во время свое Лист которого Не вянет И во всем Что он Не делает Успеет Блажен тот человек Если Закон Божий Александр В сердце Во всем Что ты не будешь делать Вот это богатство Которое можно Передать своей семье Это передается Только Благодаря Вот этому Послушанию В этому Слову Божьему Закону Поэтому Бог сегодня Он хочет Благословить вас Он хочет благословить Вашего сына Для этого сына Ильи У Господа есть Определение У него есть Благословение Которое сегодня Вы примете И примет ваш сын Илья Но Как мы Родители И написано Что дети Они освящаются Кем друзья? Родителями Родителями Поэтому Очень много Зависит От родителей Очень много Зависит От отцов Об их Отношении С Господом О том Какие они Должны быть Где они Должны Пребывать О чем они Должны помышлять И вы знаете Если этот человек Ходит правильными Путями Написано Он как будет Дерево Посаженное При потоках Вод И то благословение Оно всегда будет Над их домом И что бы этот человек В жизни своей Не делал Он во всем будет Иметь успех Если муж Божий Он будет иметь успех Скажите Этот успех Только будет он иметь Или жена И дети Это будет благословение Семейное Или личное для мужа Как ты думаешь Саш Правильно Для семьи Правильно Конечно Вы знаете Когда жена Благословляет мужа Когда жена Благословляет мужа На труд Не на гульки На труд Муж всегда говорит Жене Жена Вот тот подвиг Который я делаю Это не только мой подвиг Это и твой подвиг Тогда когда Человек Божий Идет в дом Божий Тогда когда Человек Божий Старается ходить Путями правды Его всегда Жена будет благословлять Вот это благословение Оно изливается На семью Это благословение Изливается на жену На детей Это благословение Награда Получают все Это есть Милость Господа Для семейного очага Мы будем молиться Не будем томить Нашего брата Который зорко смотрит Который хочет Чтобы за него Уже молились Сейчас дорогой Сейчас Ты уже так смотришь Поэтому Мы сейчас будем молиться Он этого хочет Друзья А и мы готовы Молиться Я только хочу Последний вопрос задать Брат Александр И сестра Светлана Вот даете ли вы обещание Вот Илью своего Воспитывать И наставлять В учении Господнем Он так зорко смотрел Я так к нему Обратился Слава нашему Господу Хорошо Мы сейчас Давайте друзья Встанем Родители Преклонят коленочки Уже Ты приди в мою душу Тихо свет Тихо свет свой пролей Я твой голос услышу Твое слово имей Все заботы земные Отошли далеко И в минуты ночные Мне бывает легко Знаю я Ты ответишь На вопросы души Приходи в тихий вечер О Иисус приходи Знаю я Ты ответишь На вопросы души Приходи в тихий вечер О Иисус приходи Светом правды Всегда ты Нашу жизнь озарил Как и Маус когда-то Рядом с нами иди Разъясняй слова жизни Чтоб горели сердца По дороге к отчизне С нами будь до конца Разъясняй слова жизни Чтоб горели сердца По дороге к отчизне С нами будь до конца С вами был Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Я перечитываю ее, и как-то одно и место написание особенно упало мне на сердце. Я размышлял над ним, и хотел бы этими размышлениями, мыслями поделиться вместе с вами. Вначале это 16 глава, исход. Прочтем 4-й, 5-й стих, а дальше пропустим некоторые стихи, прочтем 16-го стиха. Исход 16-й, 4-й стих. И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет двое против того, поскольку собирают в прочие дни. Из 16-го стиха Моисей объявляет народу, и он говорит, «Вот что повелел Господь, собирайте его ману, хлеб, каждый постольку, сколько ему съесть, по гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали кто много, кто мало. И мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, «Никто, не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторое до утра, и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей». Мы видим одно из самых, я думаю, одно из самых больших чудес, а именно его начало, начало его проявления среди Израиля. И Господь обращается к Моисею, дает ему некоторое руководство к действию. И я так размышлял, вот, что именно для того времени, и почему Господь именно для того времени дал такие указания. И я перечитывал Второзаконие, и в 7 главе, 25 стих, он говорит нам некоторые слова. Второзаконие, 7, 25 стих. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». В каком-то смысле, я думаю, когда Господь давал им поручение собирать манну на один день, и в следующий день собирать опять манну на один день, это для того, чтобы выработать у них волю. Волю к тому, чтобы потом в будущем, когда они вступят в землю ханаанскую, не брать чужого, не брать того, что заклято, как говорит Господь. И я думал, а как к нам это относится, потому что Библия, она актуальная книга, она имеет ответы на все вопросы, главное, эти ответы найти. И как к нам это применимо? Но прежде чем об этом говорить, я хотел бы уточнить одну мысль, потому что здесь мы наблюдаем нечто такое неординарное, что происходит в Библии. Если мы прочитаем Новый Завет, мы видим, что Господь никогда не растрачивал свои силы напрасно. Он никогда, то есть то, что Он давал, мы видим Иисуса Христа, когда Он совершал одно из чудес, это пять тысяч хлебов, Он сказал ученикам, соберите. То есть, чтобы ничего не пропало, именно так и говорится. Мы видим притчу о заблудшем сыне, читаем ее. Мы видим, что Отец в этот момент, это как притча о том, как Бог принимает ушедших от Него. Мы видим, что то, что растрачено, Отец Ему не вернул. Мы видим, что Господь, Он не растрачивает все попусту. То есть, хотя Он и всемогущ, и хотя мы знаем, что у всемогущего, у всемогущества Господа нет предела, и Он бы мог снова и снова давать, но Он это не тратит попусту никогда. Поэтому это нас заставляет еще больше осмыслить, что нам дано, чтобы это не потерять нам. И мы видим здесь одну мысль, если мы читаем 21 стих, то мы видим одну такую особенность этого. И там написано следующее, это исход 16 глава, 21 стих. «И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло». Мы видим, что было столько много маны, хотя Господь, Он лучший математик из всех возможных, Он просчитал бы, сколько кому надо, но мы видим, Он давал всегда больше, и вот это, что было больше, если люди, как Господь говорил, собирали, то оно таяло. И даже независимо от того, слушали ли Господа или нет. И вот эта мысль, я хотел бы об этом предупредить нас, чтобы мы не думали, что Господь растрачивает что-то попусту. И вот эта вот особенность этих повелений Господних, она меня заставила задуматься на некоторыми моментами. И переходя к своим мыслям, размышлениям, первый момент, который бы я хотел ответить, это 4 стих, 16 главы, исход. «И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Мы видим эту связь. Связь того, что манна дается на один день, в следующий день он как бы доверяется по сути Господу, потому что это сверхъестественное, это не каждодневное, как бы в законах природы это не прописано, что манна с ним и падает. И израильтяне должны были как бы доверять Господу завтрашний день, что манна опять упадет. И это все связывается с законами, которые дарет нам Господь. То есть Господь хотел в них проверить что-то. И я думаю, что Господь хотел в них проверить или научить израильтян доверять ему завтрашний день, исполняя заповеди. Мы живем в мире, где большинство людей, и это как бы все больше и больше увеличится эта тенденция, все хотят сразу и много. И если мы смотрим на сатану, который предлагает людям грешить, он предлагает сразу и много. Он предлагает, делай сколько хочешь, сколько тебе угодно, но он не говорит, что это может надоесть, что это может привести к состоянию тошноты, и что это потом уже наоборот нравится не будет, это заведет только в депрессию. Но грех, он как бы, если мы проверяем свою жизнь, что мы можем сделать грех и сразу много. Но заповеди Господни, они не так. Бог говорит, слушайся, отца и мать, и будет тебе благо. Когда благо будет? Со временем. То есть мы это сразу не получаем, исполняя Божьи заповеди. И я так понимаю, что Божьи заповеди так построены, что мы должны, доверяя Богу, исполнять эту заповедь, то, что эта заповедь принесет нам какую-то, скажем так, назовем это выгоду или пользу. И мы видим, что как израильтяне, так и мы должны завтрашний день доверять Господу. Но как мы видим, что люди вокруг нас в этом мире, я несколько раз, получилось мне так с некоторыми людьми разговаривать, они говорят, да у вас, христиан, одни ограничения, одни запреты, которые влияют на вашу свободу. То есть они говорили, что мы не свободны в своем выборе. Но на самом деле это не так, если мы размышляем над этим, то мы намного свободнее, чем они. И они говорят об этом. И мало того, я даже знаю и думаю, что такое среди христиан, я думаю, когда мы не совсем близкие к отношению к Господу, то нам кажется, что Господь какие-то странные запреты поставил. Но истинные христиане, которые даже не понимая, почему такие установления установлены, почему нужно исполнять 10 заповедей на горную проповедь Иисуса Христа и Слово Божье в сути, они все равно это делают, даже не понимая, зачем это надо. И это очень хороший признак. Например, если привести заповедь о мовении ног. Когда Петр сказал Иисусу, зачем? Он сказал, сейчас не разумеешь, уразумеешь после. Почему-то я, наверное, сейчас в стадии Петра нахожусь, я еще не уразумел, зачем это надо, хотя мы можем привести многие моменты этого, но это откроется, я думаю, впоследствии на небесах, для чего мы это делали. Хотя это вырабатывает у нас в какой-то мере смирение, еще что-то, но я думаю, за этим скрыто что-то еще и что-то глубокое. Я хотел бы вот это доверие обозначить таким примером, очень простым, как мне показалось. Например, я вот не знаю, наверное, люди старшего возраста, они с такой проблемой не сталкивались, но молодежь сталкивалась. Когда тебе три года или год, мама тебя заставляет чистить зубы. И я думаю, никто, но я думаю, за исключением, может быть, каких-то детей, никто не хочет чистить зубы. Они думают, вот это ограничение. Мою свободу каждое утро сказали, так, у тебя 10 минут должен вставать раньше, я не посплю, значит, если я 10 минут просыпаю, я, значит, не завтракаю, но зубы я должен почистить. И дети некоторые, они слушают свою маму и чистят зубы, хотя не понимают, почему эти зубы нужно чистить. А некоторые дети, они даже, когда быстро так получается, я даже не знаю, как они маму обманывают, я думаю, скорее всего, это заходят в комнату, там быстро что-то сделали, я зубы почистил, мам. И сама суть вот этого, что эти дети находятся в момент, когда они понимают, зачем зубы нужно чистить. Но одни чистят зубы, а другие не чистят. Ну, я думаю, мамы, которые так строго, они даже, наверное, контролируют, как там зубы почистят, чтобы дыхнул там, я не знаю, или что там сделал. Вот. И когда вот это происходит, ребенок находится в стадии непонимания, зачем это надо. Но потом со временем, может, лет в 7 уже, когда в школу пошел и, может, нагласники сказали, что-то у тебя за рта плохо пахнет, то он понимает, что нужно зубы чистить. И вот сам важен вот этот период доверия. То есть некоторые дети до 7 лет доверяют маме в этом вопросе, а некоторые дети не доверяют в этом вопросе. Но самая важная суть. То есть ребенок, который 7 лет не чистил зубы, я примерно представляю, что у него там во рту происходит. И это все. Хотя он уже пришел к этому моменту и понял, что в 7 лет нужно зубы чистить, но эти 7 лет, они потеряны. Потеряны эти 7 лет, и зубы, я думаю, некоторые не восстановить уже. И приходится вкладывать большие деньги, наверное, родителям, если больничная касса не помогает. Вот. А тот ребенок, который не понимал, почему это нужно делать, в 7 лет у него зубы ровные, хорошие, качественные, но он, этот момент, когда не понимал, он доверял своей маме, что она знает, что это нужно делать. И вот так же с заповедями. Господь говорит, слушайся родителей. Нам нужно сразу вспоминать этот момент. Может, я тот ребенок, который не понимает, почему нужно чистить зубы. Я не понимаю, почему нужно слушаться родителей. Но если я не буду их слушаться, то тот момент, когда я пойму, что их слушать нужно было, в моей жизни будут необратимые последствия. А тот, который уже слушался родителей, хотя не понимал зачем, в его жизни этих последствий не будет. И у обоих уже есть понимание. Поэтому я думаю, что в какой-то роде Бог учил их доверять заповедям. И следующий момент, который я хотел бы отметить, над которым я размышлял, этот момент отмечен в 21 стихе, это то, что Бог здесь, как бы, как это сказать правильно, Он давал больше манны, чем надо. То есть, если говорить образно, Бог как бы ресурс свой растрачивал. Солнце как бы пригревало, и манна таяла в 21 стихе. Мы читаем. И здесь я хотел бы отметить один момент, что израильтянам была дана возможность собирать сколько угодно, но по гамору. То есть, было какое-то определенное, как бы, не знаю, сосуд, и они этот сосуд должны наполнять. Хотя у них была возможность собирать больше. Я хотел бы говорить о том, как бы мысль, я так и обозначил ее, что Слово Божье нас сохраняет от воздействия положительных возможностей. Мы видим, что манну, которую посылал Господь, что вот эта манна, она не сходила от Господа. И эти возможности, которые приходят к нам в жизнь, от Господа. То есть, мы знаем, что есть два рода возможностей. Одни от Лукаова. Я не буду говорить об их вреде, потому что он так ясен тем людям, которые ходят в церковь, и много раз слышали об этом, что возможности от сатаны приводят в тупик. Но иногда Господь нам дает больше возможностей. И как раз, когда Господь дает больше возможностей, проблема не в Боге. Проблема в нас, как мы их используем. Мы видим, что, и читали, что когда кто-то собирал больше, что эта манна одна гнива. Ну, создавался определенного рода запах, и ее есть было нельзя. И в нашу жизнь иногда приходит много возможностей, но и они от Бога. И если мы их неправильно используем, потому что причина не в Боге, а причина в нас, то они могут принести в нашу жизнь гниль и неприятный запах. Будем говорить образно. И Соломон в притчах 25 главе 16 стихом говорит очень интересную мысль. Нашел ты мед, «Мед, ешь сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его». То есть мы видим, Соломон говорит, что нашел ты мед, ешь сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. То есть мы видим, что мед хорошая вещь, полезная в некоторых моментах. Я, например, не ел столько меда, чтобы какой-то обратный процесс прошел. Но раз так написано, я даже проверять не буду. Мудрость у тех, кто исполняет Слово Божье. И вот Соломон здесь пишет о том, что даже доброе что-то, если переборщить с ним, оно может принести в нашу жизнь необратимые последствия. И в пример этому можно еще привести такой пример, когда мы приходим друг к другу в гости. У нас, у славянских людей, нужно выставить на стол почти все, что есть. Ну, кроме того, что мы сами хотим съесть, мы оставляем это в холодильнике. Гостям все даем. Все, что есть почти. Вот. И когда мы приходим в гости, мы что делаем? Мы пытаемся чуть-чуть каждого попробовать. И того, и того. Ну, и что-то нам больше нравится, мы что-то больше едим. Но мы не будем есть все, потому что мы лопнем. Если мы возьмем все, что нам дают, мы от этого лопнем. И проблема не в том, что гости поставили, что хозяева поставили слишком много еды. Проблема в том, что мы в какой-то мере не сдержаны. И вот эта же проблема, она с нами происходит, когда мы берем чересчур много возможностей, которые Господь дал. не потому что, опять же повторяюсь, с Богом что-то не так, но потому что что-то не так с нами. И то, что Бог нам дает, это показывает Его радушие. И эту проблему описал Павел в послании к римлянам и в послании к галатам. Мы прочитаем по одному стиху из каждого послания. Это послание к римлянам с тринадцатого стиха. «К огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни злодострастью и распутству, ни ссорам, ни зависти. Но облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти. И еще галатам, это будет пятая глава с тринадцатого стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Мы видим, что Павел обозначал одну очень важную мысль, что возможности, которые в нашу жизнь пришли, что мы с ними можем как-то переборщить, и мы можем их неправильно использовать. И о вреде возможностей, с которыми мы переборщили, Иисус Христос говорил в притче, которая записана от Марка четвертым стихом, притча о сеятеле, от Марка четвертая глава с восемнадцатого стиха. «Посеянное в терне означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Мы видим, что, что может заглушить наше, что слово Божье, которое к нам говорит, Иисус говорит о том, что обольщение богатством, заботы века, оно заглушает слово. И материальное благословение, которое Бог дал в нашу жизнь, оно может превратиться в обольщение богатства. И попечение о плоти наше, оно может превратиться в похоти плоти, или пожелания, которые мы как бы переборщим с ними, оно может превратиться в обратное, хотя свобода, материальное положение, которое нам Господь дает, это все от него. И вопрос состоит в том, как это все правильно сделать, и как это понять. И прежде еще, чем к этому перейти, я хотел бы еще прочитать одну историю, это кратко один стих, несколько стихов прочитать. Это о том, как Павел использовал возможности, которые посылал ему Господь. Это Деяние 16 глава, с 25 стиха. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворили все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел, возгласив громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». И дальше история продолжается. Мы видим, что возможность Павлу, предоставленная Богом, была в том, что он мог убежать из темницы. Я думаю, что многие люди, и я в их числе, еще бы до того, как сторож понял, понял, что что случилось, мы бы уже были далеко за городом, и нас бы уже было не сыскать. Но Павел, он понимал одну вещь, что возможности, предоставленные от Господа, должны быть правильно использованы. И дар, который дает нам Господь, он накладывает на нас некую ответственность за то, что Бог нам дал. И я думаю, еще если пример один привести, да, допустим, такое, конечно, не случится, и маловероятно, что это случится, нам перечислили миллион в дар. Многие из христиан, если там будет написано гифт, там все в дар, и там приложены некоторые документы, пойдут его тратить. Но христиане более опытные, они будут задумываться, что это такое. Испытание ли это? Или возможность ли это? Что это такое? То есть нужно правильно понимать, какую возможность нам Бог дал, и что за это надо делать. И решение всех вопросов, как возможность нам использовать, какие возможности нам брать, которые Бог нам посылает. Потому что за это большая ответственность на нас с вами, я говорю это к себе, в первую очередь. Нам как христианам нужно понять, что все, что Бог делает, это замечательно. Но нам в первую очередь нужно иметь в виду даятеля, а не даяние. И когда у нас много возможностей материальных, у нас свобода пока еще, то нам нужно знать, что хочет Бог в нашей жизни. Когда я буду знать, что хочет Бог в моей жизни, то делая Его волю, у меня каждый день будет меньше возможностей, которые я смогу использовать. Когда Господь сказал, или я так учат у нас, что нужно каждый день читать Библию, попытаться иметь общение с Господом, то у меня будет меньше возможностей пообщаться с кем-то из друзей. Соответственно, меньше вероятность того, что что-то будет сказано не так там, или где-то. У меня есть материальные возможности, нужно послужить ими Господу. Когда мне, допустим, пришел этот миллион, у меня есть возможность кого-то в Эфиопии благословить колодцами, я не использую их на себя, а знаю, что хочет меня Господь, использую этот миллион в правильном направлении, и у меня денег становится меньше, и значит, возможностей использовать этот миллион становится меньше. И я думаю, что когда мы будем думать о том, что Господь нам дает, и зачем Он нам это дает, и как это правильно использовать, и что Он хочет, дав нам это, мы меньше себе повредим намного. Помоги нам всем в этом, Господь, чтобы у нас никак, израильтян, где-то запахло неприятно, и потом мы обнаружили, что сосуды нужно мыть еще раз, потому что манна зачахла там. И еще хотел бы отъехать одну мысль, что Бог иногда испытывает нас в том смысле, хотел бы продолжить эту мысль, что Бог испытывает нас, даруя нам что-то. Как мы с этим поведем? Вот если отец, например, захочет испытать одного из сыновей, как он будет тратить деньги? Он даст ему много денег, чтобы посмотреть, куда их сын потратит. И в будущем он сделает выводы, давать ли ему деньги еще раз или нет. И я думаю, что когда возможности приходят в нашу жизнь, материальные, свобода и еще много других, мы должны правильно их использовать, чтобы Отец Небесный не огорчился, потому что Он может подумать, так посмотреть и не дать нам. Я читал в детстве один пример, или слышал, или кто-то мне его рассказывал, что у одного отца было два сына, он дал им каждому по сто крон, допустим, это будут кроны, и посмотрел, как два сына из них потратили. Один потратил только на сладости или еще на что-то, а другой купил себе конструктор, но сыновья были определенного возраста, и еще что-то для развития. И отец начал каждый месяц давать сыну, который потратил мудро, чтобы другой сын начал тоже мудро деньги тратить. И поэтому я думаю, что вот эта истина должна быть у нас у всех в сердце, то, что, возможно, миллион, который нам Господь подарит, это благословение к тому, чтобы мы выработали себе силу воли и не ушли в этот мир, соответственно, используя миллион не по назначению. И мы видим Иова, причитаем пример Иова, которого было до того, как Господь его испытывал, у него были большие возможности, большие богатства, слава, но очень интересно, что мы читаем, это записано в Иова 1 главе 5 стихом, что когда его дети собирались на пиршество, что он молился за них и приносил жертву Господу, мало ли что дети мои сделали не так. То есть он понимал, что вот эти возможности, которые на него Господь наложил, они могут использованы быть не по назначению, и, соответственно, принести вред. И он просил за детей своих. Еще одна мысль, я хотел бы выразить ее, я как бы над ней так не подумал глубоко, но когда я перечитывал весь исход и заканчиваю перечитывать, и там была очень одна интересная заметка, хотел бы с вами поделиться, это исход 13 глава, 7 стих. Я хотел бы выразить мысль по поводу служения Господу. Это 13 глава исхода, 17 стих. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистинской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Что мы видим причину, по которой израильтяне не пошли самым прямым путем, который из возможных был. И вот эту мысль я хотел бы озвучить о служении, что иногда, когда мы служим Господу, Господь посылает нам возможности, посылает нам что-то еще, благословения какие-то. Что если мы неправильно их возьмем, или не с той чистотой будем их брать, то служение Господу, оно может быть неправильным. И если то, что нам Господь посылает, мы не будем ставить некоторые ограничения, потому что Господь, Он не сразу повел израильтян в землю Ханаанскую, который обещал, что даст им молоко и мед. Он израильтянам, как бы, Он их провел через некоторую работу. 40 лет, каждый день, манна с неба падает, а на шестой день нужно было собирать на два дня. Я думаю, что это было большим укреплением для израильтян, потому что как-то закон каждый день бы, если бы был, то мы бы, что они бы привыкли, но здесь на шестой день нужно было собирать на два дня. И когда Господь работает над нашим сердцем, над нашим характером, мы все равно хотим служить Господу, то нам нужно выработать некоторую силу воли, потому что если Господь ведет нас сразу в служение, или, ну, так путем, в землю Ханаанскую, то что-то может пойти не так. И читая это, я много вынес для себя вот эту главу 16, и хотел бы, в первую очередь, как бы, попросить задуматься хотя бы просто над словами, которые записаны в исходе. Что Господь этим хотел донести до нас? И чтобы мы, беря возможности от Господа, правильно их употребляли и знали, что то, что дает Господь, Он не тратит это попусту. И если в нашу жизнь пришла какая-то возможность, скажем, сверхвозможность, чтобы мы подумали о том, для чего это, почему это, не испытание ли это, и чтобы мы доверяли свою жизнь Господу заповедям. И если в нашей жизни что-то как-то непонятно, почему Господь это сказал через слово пророческое, или что-то Библия нам как-то не открывает какой-то смысл, то нам стоит в терпении ожидать, чтобы нам открылась эта истина, но все равно исполнять эту истину, чтобы неисполнение этой истины не принесло вред нам. Благословенность и Господь. Помолимся? Помолимся. В тихий вечер склоняю, я колени в тиши, и Тебя призываю, о, властитель души, Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твои слова и лень, Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, твое слово и лень, Все заботы земные отошли далеко, И в минуты ночные мне бывает легко, Знаю я, ты ответишь На вопросы души, Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи, Знаю я, ты ответишь На вопросы души, Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи, Ночь наша, сущая на небеса, Да светится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, как на небе, Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши, и не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Аминь. Смотрите, чтобы тоже было все хорошо. Да, каждый берет по потребности, вот, чтобы там не зацвело, не завоняло. Поем псалом, чтобы Бог благословил всех. Споем гимн номер 1733. Есть край, есть край, отчизна есть другая. 1733. Есть край, есть край, отчизна есть другая, Где всем скорбя придет конец. Страна небесная, святая, Где каждому возложится и нет. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, И склоним головы к Христу на другу. Он небо нам подарит даром, даром, И словом обогреться будет. Край необычный местный волк и горя, Слез нету и не будет никогда. Мы пролетим, пускай душует море, Достигнем цели и войдем в трудах. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, И склоним головы к Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, даром, И словом обогреться будет. Нет красоты, как в вечном доме, Вся красота, Иисус Христос, Сменился тот венец зерновый, Мы будем там, мы будем рядом, рядом, И склоним головы к Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, даром, И словом обогреться будет. Нас будут ждать у брата чизны, Мы в ночь у сбросим под Христом. Откуда наш начаток жизни, Кто вечно может тянуться к Христу на грудь. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, И склоним головы к Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, 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 И словом обогреться будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok